Спонсор ролика – хостинг-провайдер PQ Hosting. Здесь вы можете найти VPS, выделенные серверы и даже VPN. Сервер можно выбрать в любой из 28 стран по всему миру. Много разнообразных тарифов, бесплатный перенос вашего сайта, отличные цены и различные способы оплаты. По промокоду такси всех новых клиентов ждет скидка 15%. Привет из 2023 года. В моих руках карточка, которая ровно в 30 раз дешевле вот этой карты. И несмотря на свой легкий вес, она тянет абсолютно все игры. Я купил эту RX 580 на Алиэкспресс за 3000 рублей. Вот здесь сейчас будет пруф. Этот пятилетний старичок имеет 8 гигабайт видеопамяти, 256-битную шину, а на наклеечке здесь написано, что это версия Strix. И я думаю, вы уже поняли, что у такой RX 580 хватает сюрпризов. По-другому бы ролик не вышел. Сегодня я вам покажу, что даже такое чудо китайской инженерной мысли способно вытянуть абсолютно все игры в 2023 году. А потом мы ее разберем, и вы узнаете, почему мы хотели взорвать ее петардами. На связи МК. Поехали. Карта пришла в коробки с соблюдением всех канонов Apple. Внутри только адаптер в пупырке и все. Ни брошюрок, ни переходников, ни заглушек на разъемах. Ничего. Коробка, которую, судя по всему, доставлял Ace Ventura, тоже информацией не блещет. Есть название виртуального бренда и слово Graphics Card. Судя по всему, это просто общий картон для всех подвальных китайских карт, и заказывая мобильный Frankenstein RTX 3060, вы, скорее всего, получите то же самое. С первого взгляда ничего необычного. Какая-нибудь версия от PowerColor или Asrock выглядит схоже. Но если присмотреться, то начинают проглядываться любопытные детали. Например, даже не разбирая, видно, что карта БУ. Контактные площадки коннектора PCI-Express потерты, на карте странные белые следы, будто ее отмывали. Да и система охлаждения такое впечатление неродная. Хорошо заметны разные зазоры и неровности. Но, с другой стороны, нам никто не обещал новую карту, а для БУ это выглядит неплохо. Давайте ее протестируем, мало кто будет сразу разбирать карту, как только она пришла. И первое, что мы выясним после установки драйверов, что это вообще такое. В GPU-Z адаптер называет себя RX 580 2048 SP, Тогда как честная RX 580 имеет на 15% больше вычислительных блоков. 2048 блоков имеет RX 570. К слову, забегая вперед, в начале своего тяжелого жизненного пути, эта карта не была даже RX 570. Но об этом поговорим дальше. Первым делом на любой БУ видеокарте, возможно после майнинга, стоит узнать, как сильно она греется. Делаем это не в фурмарк, который синтетически грузит в основном GPU, а в бенчмарке Superposition. И в нашем случае, на удивление, все неплохо. Получасовая игровая нагрузка на среднем пресете в Full HD прогрела чип до 75 градусов. При этом нагрузка держалась около 100%, частота не проседала, а потребление было около 110-120 Вт. Вертушки крутились на максимуме при 3000 оборотах. Короче говоря, никаких аномалий. Давайте устанавливать все игры. Даже в 2018 году карта считалась в лучшем случае среднячком. Сейчас это базовый уровень в самом низу нашей таблицы видеокарт. Ищите ее в описании. В популярных проектах никаких проблем. Дота 2 ожидаемо летает на ультрах в Full HD, FPS почти всегда за сотню. Карта держит высокие частоты и греется до 75 градусов. В танках аналогично. Настройки ультра в Full HD всегда больше 60 кадров. Встроенный тест Encore пробил почти 15 тысяч баллов на ультра. В общем, для танкистов карта за 3000 рублей просто находка. В обеих играх случаются микрофрезы, но играть это не мешает. Каких-либо аномалий по частоте и нагрузке на видеокарте нет. Давайте попробуем что потяжелее. Doom Eternal. Покрушить адских монстров на руинах земли можно с ультра настройками графики. 8 гигабайт видеопамяти это сделать позволяют. 70, 80, а то и 90 FPS делают геймплей максимально комфортным. Карточка при этом нагрелась до 78 градусов, но обороты держала лишь около 2 третей от максимума, что достаточно странно. В любом случае, до перегрева еще далеко, но мониторинг оборотов вентиляторов работает необычно. Была не была, Киберпанк. Игра, которая славилась своей плохой оптимизацией и багами, за год в этом плане похорошела и даже стала лучшей в сим. Разумеется, ультра настройки не включаем, на низком пресете в 1080 получаем не самую красивую картинку, но зато при средних 60 кадрах. Видеокарта греется под 70 градусов, но вертушки опять живут своей жизнью. Если хочется чуть больше графена, можно перейти к среднему пресету и включить FSR на баланс. В таком случае можно получить консольные 30 кадров с неплохой картинкой. Вернуть 60 FPS позволяет установка FSR на производительность, но в таком случае картинка получается мыльной. AMD-шный шутер Far Cry 6 на RX работает отлично. На высоких настройках графики без включения FSR можно получить в среднем 55 кадров. С учетом сингловости этой игры результат отличный, да и картинка достаточно приятная. К слову, это еще одна игра, которая занимает больше 4 гигабайт видеопамяти. На заметку тем, кто приглядывается к RX-младшим на 4 гигабайта или 3-гигабайтной 1060. Что касается нагрева и частот, снова каких-либо интересностей здесь нет. Погулять по апокалиптической России будущего в Metro Exodus тоже можно без проблем. Со средними настройками графики в Full HD бенчмарк выдает около 55 кадров. При этом встроенный тест всегда показывает наихудший сценарий. На деле FPS почти всегда будет за 60, так что при желании можно будет подкрутить графику ближе к высоким. На очереди кинематографическое путешествие по Дикому Западу. Игра, которая попала в учебники, не перестает удивлять графикой. В Red Dead Redemption 2, увы, за красивую графику нужно платить. Поэтому более-менее комфортно получится поиграть лишь на средне-низких настройках графики в Full HD со средним FPS около 40. Игра консольная, поэтому такой производительности вполне хватит. Особенно с учетом того, что графика даже на таком пресете очень красивая. На этой карте можно поиграть даже в новенький Call of Duty Warzone 2. На средних с Full HD и включенным FSR. Ровный фреймрейт вы не увидите, но в среднем больше 60 FPS. Это дает нормальный геймплей. Ну и под конец ремастер третьего Ведьмака, который, как и оригинал 8 лет назад, унижает видеокарты. Наша псевдо RX 580 здесь выглядит бодрячком. 1080p, автоматический FSR 2, высокие настройки графики и FPS около 45-50. Играть в целом комфортно, но все же график фреймрейта далек от идеала. Зато по нагреву все ок. Видеокарта едва добирается до 70 градусов. С вертушками, как обычно, беда. Крутятся на 80% оборотов. Думаю, вы все увидели. Несмотря на то, что эта карточка даже на момент своего выхода не была топом, в 23-м году она тянет абсолютно все игры. На высоких настройках графики, Full HD, ну, в некоторых тяжелых проектах приходится снижать до средних или низких. Но все же я считаю, что для карточки за 3000 рублей, которая мотает уже седьмой год, это достойный уровень. Я сказал седьмой. Давайте разберем эту карточку, я не оговорился, и посмотрим, насколько глубоко в нее проникли китайцы. Первое, что бросается в глаза, сняв вертушки, это необычный внешний вид радиатора системы охлаждения. Он полностью покрыт серебристой краской. Да, даже медные трубки. Как показали тесты, на охлаждение это никак не сказалось, но все еще остаются вопросы, зачем это было сделано. Возможно, карта эксплуатировалась во влажном китайском климате, и медь позеленела, и чтобы скрыть это, весь радиатор был покрашен. При этом места, которые должны контактировать с чипами памяти, от краски почищены, но не все. С учетом того, что прокладки и термопаста свежие, а с обратной стороны лопастей вентиляторов почти нет пыли, можно сделать вывод, что карту перед отправкой действительно обслужили. Теперь посмотрим на саму доску. Тут прям классический китай-подвал, в плохом смысле этого слова. Видеочип ужарен просто в хлам. Компаунд, это специальное вещество вокруг кристалла, аж темно-коричневого цвета, когда в норме он должен быть ближе к серому. С учетом того, что обычно на краю кристалла располагается контроллер памяти, который в случае с майнингом греется очень сильно, история этой карточки становится все прозрачней. Но самое интересное, маркировка видеочипа, она выдает в нем решение из обычной RX 470. Как она стала RX 580 2048 SP? Да очень просто, после перепрошивки биоса. Благо на картах AMD каких-либо проблем с этим вообще нет. С учетом того, что по количеству вычислительных блоков эти карты равны, а частоты отличаются на сотню мегагерц, такое шаманство может проделать любой пользователь даже без программатора. А вот с чипами памяти криминала нет. Обычный Samsung GDDR5, который использовался и в 400-х и в 500-х RX-ах, все чипы одинаковые, никакой перетасовщины, но уже заметно, что те из них, которые были зажаты между горячим видеочипом и зоной питания, успели в центре пожелтеть. Ну и под конец самое мерзкое и отвратительное – Backplate. Огромное количество блестящего, желтого, липкого, отслаивающегося вещества. Это флюс, который используется при пайке. Получается, карту чинили. Нет, на ней нет никаких следов ремонта. Как же он оказался на Backplate и даже конденсаторах на стороне, ближней к чипам памяти и GPU? Разгадка проста. Сама доска для видеочипа уже не первая, а может даже и не вторая. Скорее всего из-за прогара MOSFETов родной текстолит вышел из строя, а выживший видеочип пересадили на новую плату. О факте Rebola говорит блестящий свинцовый припой под ним, тогда как заводской без свинец матовый. Также, возможно, дополнительно заменили память комплектом с 4 до 8 гигабайт, чтобы продолжить майнить. На это намекает тот факт, что память ужарена ощутимо меньше, чем GPU. При этом при пересадке никто не снимал Backplate и не соблюдал температурный режим. Об этом говорит и флюс, который стек вниз, и коннектор питания вентиляторов нежного, желтого цвета, и пару вздувшихся полимерных конденсаторов. Что у нас получается? Если не разбирать, это прям подарок. Подарок с умайненным видеочипом из 2016 года одной ногой в могиле, пересаженный на неродную плату в каком-то китайском подвале, слегка прожаренную память, подкрашенный из пульвика радиатор, возможно, чтобы скрыть следы зелени или коррозии, перепрошитый BIOS, превративший RX 470 в RX 580 с разгоном GPU, и вонючий липкий Backplate. При этом снаружи карточка выглядит нарядно. Я не могу рекомендовать вам к покупке этого зомби. Егор вообще просил в конце ролика красиво взорвать ее петардами, но я посчитал, что это будет слишком грубо и оскорбит чувство зионщиков. Если вы любитель пощекотать себе нервы, то, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании. Там будет нереферальная ссылка на конкретно эту модель. Сейчас она, по-моему, стоит около 5000 за эти деньги. Я вообще не понимаю, зачем ее покупать и есть ли в этом смысл. Но на вкус и цвет все чипы разные. Там же в описании будет сводная таблица на рейтинг видеокарт. Очень наглядная. Переходите и подписывайтесь на наш телеграм-канал и группу ВКонтакте. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.